Новым первым заместителем главы администрации назначили Эльфата Минязева. Ранее он занимал должность заместителя главы по вопросам строительства. Это решение, по словам Эльдара Валидова, полностью себя оправдывает. Очень важный вопрос. Решение было обдумано. Спасибо депутатам, что поддержали нас в этом, потому что мы сейчас по конституционному бюджетному кредиту завязаны на строительстве. У нас большие планы в городе. В ближайшие десятилетия нам необходимо строить и жилую область, и социальные объекты. Поэтому этот вопрос сейчас важен. И мы приняли такое решение, что заместитель главы администрации по строительству будет у нас первым заместителем. Заместителем главы по социальным вопросам стал бывший начальник юридического отдела Артур Фазлыев. А Эльдара Абдулина назначили начальником отдела жизнеобеспечения и благоустройства. Появятся в городе не только новые лица, но и новая спецтехника. Закупили самосвал один. Нам в этом году при поддержке, в первую очередь, ради коллега Шкабирова, это его было решение, было выделено 4 единицы техники коммунальной. Это два пылесоса, это погрузчик, это самосвал. И, кроме этого, мы сейчас уже вышли на аудицион. Мы закупаем еще один КДМ с навесным оборудованием. Принято решение было руководством нашего принципального интернета предприятия «Водоканал» закупить технику, каналопромывочную технику, которая тоже будет служить во благо нашего города для очистки наших сетей. И если снегопады еще только ожидают нефтекамцев, то низкая температура уже беспокоит горожан. Большинство жалоб в соцсетях оставляют по поводу отсутствия отопления в квартирах. Вопросы, по словам служащих, решаются оперативно. Подача тепла в МКД и социальные объекты завершена. Производится спуск воздуха в системах отопления МКД. Выполняется в рабочем режиме, в двухсменном режиме. Все управляющие компании, то же самое. Созданные аварийные бригады вплоть до позднего вечера, производят обход и отрабатывают все сообщения. Помимо отопления, горожан также волнуют вопросы вывоза мусора, благоустройства и мобилизации. Кроме того, родители по-прежнему интересуются организацией питания в школах. Эльдар Валидов дал поручение начальнику управления образования взять вопрос под особый контроль. Было решено провести дни открытых дверей. Взрослые смогут прийти на кухню, пообщаться с поварами и попробовать блюдо из меню столовой. Карина Анисимова, Ильгиз Мениханов, Время новостей.